Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара WZ-113. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу обратиться к каждому из вас, особенно к тем, кто смотрит мои видео, и уж тем более смотрит их регулярно, но не подписан на мой канал. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Данная подписка для вас абсолютно ничего не стоит, вы ничего не потеряете, но зато я приобрету новых подписчиков, новых зрителей и дополнительные возможности развивать свой канал, развивать свое начинание. Пожалуйста, подписывайтесь, я буду рад вам всегда на своем канале. Итак, ребятки, WZ-113. Что это за машинка? Но сначала мы начнем с того, почему я решил снять этот обзор. Дело в том, что снимая обзор по поводу того, какую ветку вам качать, ссылочка будет, по которой можете перейти и посмотреть на данное видео и на мои рекомендации. Я оговорился по поводу того, точнее не оговорился, я сказал по поводу того, что когда я выкачал себе WZ-113, открыл, я не получил того удовольствия, на которое я рассчитывал. И считаю, что машинка не является играбельной для меня лично. Был ряд комментариев, в котором ребята писали по поводу того, что да нет, WZ-шка довольно неплохой танчик, довольно играбельный, и вообще в принципе в нормальных ровных руках он имба. Но хотелось бы сразу обозначить, я не претендую на звание ровных рук. Я говорю наоборот о том, что у меня плюс-минус кривые руки и моя статистика менее 50%. Возможно, WZ-шка в ровных руках, хорошего скиллового игрока, отыгрывает гораздо лучше, чем в моих руках. Абсолютно с этим не спорю и в принципе не собираюсь отстаивать противоположного мнения. Я лишь говорил о том, что WZ-шка, она не является танчиком, который я рекомендую как десятку тяжелый танк, который стоит качать начинающим игрокам. Почему? Потому что вся вот эта веточка, она тяжелее прокачивается, чем те ветки, которые я рекомендовал в своем видео. Ну а WZ-шка, она является машинкой, которая требует все-таки умения на ней играть. А новый игрок, новичок, он по определению не обладает такими навыками. Для того, чтобы играть на WZ-шке, необходим все-таки какой-то уровень скилловости, да, скиллы нужны, чтобы понимать поведение данной машины, уметь ее использовать в бою. Ну и соответственно, те, кто размышляют на предмет того, какую ветку начать первой качать, однозначно такими умениями на сегодняшний день еще не обладают и только начинают их приобретать. Это все, что я говорил о WZ-шке и ни в коем случае не собирался ее каким образом хаять. И так вернемся к самой WZ-шке. Смотрим на WZ. Смотрим, как обычно, исключительно на орудие, все остальное сейчас заценим в бою. По орудию, да, урон у нее офигенный, 3200 единиц урона в минуту. Это просто бомбезно для тяжелого танка, с этим абсолютно не спорим. Итак, время перезарядки. 7,8 секунды, тоже офигенный показатель, просто супер. Средняя бронепробиваемость 255 единиц. Честно говоря, ну, для ТТ с вот таким вот уровнем урона в минуту и со скоростью перезарядки, ну, логично будет сказать о маленьком уровне бронепробития. Ну, как маленьком, сравнительно маленьком. Есть танчики, которые выдают больше, но многие средние танки выдают плюс-минус такой же уровень бронепробития. Но в игре этого бронепробития, в принципе, достаточно. Средний урон 420 единиц, что очень приятно при такой скорости перезарядки. Вертикальные углы наводки, ну, как бы вот вообще плач, 6 вниз и 18 вверх. Ну, по большому счету, не играйте от холмов и, в принципе, на вот это тогда обращать внимание не будете. Будьте танком прорыва, пытайтесь где-то продавливать какое-то направление, особенно на ровных картах. Вот и все. Итак, забегаем с вами в бой и пробуем эту ВЗ-шку. Хотелось бы отметить, что у меня не выкачан на 100% экипаж, а значит, он у меня не настолько скилловый, насколько мог бы быть. Поэтому, ну, особых улучшений нет. Снаряга стандартная и амуниция тоже, как правило, добавляю 2 канистры и добавляю так, чтобы была получше скорость перезарядки. Открыто все оборудование. Пока на данный момент все. Погнали в бой и посмотрим, чего она могет. Итак, ребятки, закатились в бой. Первое, что мы, как обычно, с вами будем заценивать, это мы заценим подвижность данной машинки. Ну и вот по сравнению с Е100, который гораздо тяжелее, чем мы, мы едем немножко бодрее. Но, безусловно, немножко уступаем в подвижности, ну, АМХ-50Б. Все-таки танчики немножко разные. В целом, поворачивать, мансить плюс-минус хватает. Под горку небольшую плюс-минус тянет. Что касается скорости поворота башни, ну, я бы сказал, что довольно неплохая, как для тяжелого танка. Ну, пока все кул, пока все нормально и к ВЗшке пока претензий нет. Скорость сведения, как для ТТ 10 уровня, в принципе, неплохая. Точность на дальних расстояниях, ну, тоже не оставляет, как бы, желать лучшего. В целом, очень играбельно и очень приятно. Что касается вот углов наводки, да, хотелось бы, чтобы углы наводки вниз были немножко получше. В таком случае, ну, может быть, чуть-чуть комфортнее было бы. Но, заметьте, на вот этой вот холмистой карте, в принципе, достаточно. Мы абсолютно спокойно уже закинули во врагов 800 единиц урона. И, в целом, я, честно говоря, ВЗшкой доволен. По крайней мере, на данный момент. Итак, из двух сейчас прилетов на 410 к нам не прилетело. И к нам прилетело, если не ошибаюсь, на 300. Я не совсем понимаю. Ну, получается, в бок башни нам, ну, был прилет. То есть, бочинка башни является, ну, пробиваемой абсолютно. Ну, места такие тоже в танке должны быть. Сейчас попытаемся спуститься вниз, занять точку. Так, что хотелось бы отметить еще. Скоростью перезарядки я доволен. Об этом я говорил еще в ангаре. Подъем вверх углы наводки довольно играбельные. Сейчас попытаемся добрать объекта. Нет, не успели. Ну, тогда, если повезет, то проскочим. Проскочим и попытаемся забрать Йоха. Так, ну вот оно. Пробитие, не пробитие. Скорость перезарядки еще немножко улучшим. Все-таки хочу я добрать этот фраг. И он наш. Но, ребят, как, в принципе, я и говорил, танчик, он довольно неплохой. Он играется очень хорошо. Он играется плюс-минус приятно. Я бы даже сказал, что я получаю удовольствие от игры. Жаль, не пробили, не добрали. Но, в принципе, основное, то, что можно было сделать в этом бою, мы сделали. Выкатились, забрали Йоха, нанесли урона. Сейчас по окончанию боя заценим, сколько мы накидали. И обязательно закатимся на еще одну катку. Итак, друзья мои, вот результаты нашего боя, а именно 2700 нанесенного урона, сделанный один фраг. Мы получили серебром, ну, не скажу, что много, но, в принципе, мы не в минусе. Опять-таки, это не танчик для фарма, а это прокачиваемый танчик. Мы заняли третье место по урону. И сейчас закатимся еще в один бой и посмотрим, что получится в этом бою. Итак, ребят, попали мы с вами в бой. Начинаем ехать на стандартную для нас линию ТТ. СТшки, я думаю, там сами немножко попадаются где-то наверху. В конце концов, линию ТТ надо прикрывать и выдерживать. Итак, возвращаясь к обзору и обсуждению данной машинки, хотелось бы отметить следующее. Мне машинка, в принципе, нравится. Я не могу сказать, что я, ну, то есть считаю машинку плохой. Нет, она абсолютно неплохая, просто это машинка на любителя. На любителя, ну, не знаю, с умением играть. Мне же все-таки проще отыгрывать на, допустим, том же кранвагене, исключительно исходя из возможностей до зарядки магазина, добирать нескольких противников одновременно, если такая возможность вам предоставляется. На этой машинке вы себе позволить не сможете. В любом случае, вы будете делать один шот и дальше будете уходить на перезарядку, ну, которая будет существенно дольше, чем, ну, перезарядка между снарядами в магазине того же кранвагена. Что же касается сравнения, допустим, этой машинки с той же Е-100, которую я рекомендую как один из танков для прокачки в первую очередь, то данная машинка, она, в принципе, уступает по бронированию Е-100. Разовую урону Е-100, безусловно, больше, и время перезарядки, безусловно, дольше, но эта машинка, она менее живучая в бою, по крайней мере, в моих полукосых руках. Это то, что хотелось бы отметить по возможностям машинки в бою, непосредственно, когда ее играю я, или будет играть кто-то похожий на меня по уровню подготовки. В этом бою мне абсолютно никак не везет, вот просто, как бы, я не могу найти свое место в игре, будь я на каком-то другом танке, я бы подходился куда-то вот туда, на горку и там выцеливал бы. Сейчас у меня это абсолютно не получается. Я, в принципе, стою, отхватываю, принимаю на себя урон. Возможно, я что-то делаю неправильно, возможно, я изначально занял не то направление, которое необходимо было занимать. Я все пытаюсь укатиться и спрятаться, пытаюсь как-то взять себе какой-то передых, но, честно говоря, не сильно получается. Бабаха, ну, вот, стоит вот здесь, вот непонятно, что делает, за что ей большое спасибо, очень помогла в бою. Ну, будем надеяться, что отыгрывает какой-то ребенок, а не более косорукий, чем я, потому что куда уж более косору кому-то быть. Так, ну, танчик, танчик. Подсуммируем по результатам данного боя, непосредственно, когда выйдем в ангар, посмотрим, что мы там настреляли, чем мы смогли. Я уверен, что в этом бою мы не смогли вообще ничего, по большому счету. Я, по крайней мере, буду очень сильно удивлен, если мы что-то смогли в этом бою сделать. Ну, вот мы и остались вдвоем с Бабахой. Я так понимаю, что, в принципе, наша песня спета буквально в пару куплетов. Как я уже сказал, в данном бою бой мне не пошел абсолютно. Всегда отдельно обозначаю, что я снимаю свои видео с первого дубля, никогда не делаю никаких нарезок, никогда не показываю танк таким, каким он не является по-настоящему в моих руках, показываю все, как есть. Ну, и, в принципе, не стесняюсь своих поражений. Итак, ребят, в данном бою у нас получился проигрыш. Проигрыш с моей стороны абсолютно позорный. Я не смог найти своего места в данном бою. Я не поехал на горку, потому что, в принципе, побоялся, что меня разберут в бок, потому что в бок он шьется довольно просто. Явно ушли в минус, еще и в существенный. Крайне сильно расстроен. 7300 единиц нанесенного урона. То, что я там добрал, это вообще считать не буду. Абсолютно не моя заслуга. По урону заняли третье место с конца. И хотелось бы высказать свое субъективное мнение. Честно говоря, из-за вот таких вот боев, как сейчас произошел у меня второй бой, эта машинка мне и не зашла. Потому что такие бои в моих руках, они встречаются довольно часто. Если вы научитесь применять все возможности данной машинки и реализовывать все ее технические возможности и характеристики в виде неплохой суммы единоразового урона, быстрой перезарядки, да и, в принципе, неплохой ДПМчик у этой машинки, подвижность довольно неплохая. Но вот как-то не идет она мне и не получается у меня на ней играть. На многих машинках отыгрываю гораздо лучше. Не всегда это попадает в мои обзоры. Но уж какие обзоры есть, такие и есть. А вот такая вот WZ-113. И, как я уже говорил, я лично, субъективно, единственное, чего не рекомендую, это качать эту машину первой. Но ни в коем случае не говорю о том, что эту машину не стоит качать в целом. Потому что если вы уже научились играть в World of Tanks, то, соответственно, данная машинка однозначно будет вам по зубам и периодически будут приносить вам фан. Вот такое мое субъективное мнение. Принимайте решение сами. Возвращайтесь на мой канал, подписывайтесь. Я буду делать для вас исключительно честные обзоры того, как выглядят машины не в совсем ровных руках. Всех благ вам, всего хорошего. Возвращайтесь на канал, ставьте лайки. Мира вам! Ну и, соответственно, удовольствие от данной игры. Субтитры создавал DimaTorzok